ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень большое, что подарило правительство Москвы Ренату Георгиевичу. Смотрите, это техника. Нам бы еще таких за 6-7 единиц, я думаю, было бы все прекрасно здесь. Отхватить все сектора? Да, одновременно. Чтобы одновременно убирался БАМ, 8-й квартал, 10-й квартал. А так, получается, сейчас они почистят БАМ и будут спускаться по Киевской и пойдут. Куда пошли сейчас? По центру? Да, в центр поехали. Взяли от БАМа, поехали по Буковине вниз, на Штефан Челмарин, налево. По центру делают центр города, автовокзал, Курченко вверх и обратном направлении также. А, и взяли тоже за 10? А взяли пошли так, в 8-й квартал туда, по Володарскому, пошли по Кольцову, вниз по Чкалову, на Володарскому направлению, мясокомбинат, разворот и обратно этим же маршрутом. А что, если по дороге нормально? Ну, так как? Чесантенплат. Чесантенплат. Вот, по всему городу расставлен. Вот видите, как убрали? Из-за того, что сидит по центральной улице, просто его обошли и все. И это не только по этой улице, это по Дечебал, по 31 августа, по всему городу. Это что, их паркуют на ночь, вот так оставляют? Да, так паркуются машины этой фирмы. Парковка рядом, совсем рядом, Игорь Ильич, скажите уже, что парковка рядом. А зачем оплачивать парковку? Просто оставил, полицейские даже не обращают на это внимания, хотя неоднократно мы обращали внимание на наши профильные комиссии, просто нас не слышат. Ну, что делать? Уже на общее обозрение все это вывешивать? Во-первых, они мешают и движению, это не только нам чистить. Ладно нам чистить, объехала машина, а движение, смотрите. Вот смотрите, Сергей Владимирович, почистили, но не качественно, не обошли его, получается. Завтра он отсюда тронется, и здесь останется, это все не убрано. Вот о чем мы говорим. Он утром там выйдет. Коммунальные службы не работают, значит. Да, и потом будут говорить, что ДРСУ не выехал очистить, понимаете, такие умники, как эти, на втором этаже сидят, будут выставлять какие-то там фотографии потом. Вот после такого вот. Понимаете, ну с этим надо что-то делать. Значит, констатируем тогда и завтра уже, ВКХ уже сделают опять у меня обнаград наши обращения в полицию, чтобы они приняли какие-то меры. Убирают до асфальта. Сейчас этот второй сзади подбирают. Секунду. 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 Грейдер по борьбе со снегом это наилучшая техника. Я считаю, что мы должны проложить все усилия, чтобы закупить еще два грейдера, чтобы мы в следующем сезоне имели четыре. И тогда, как говорится, мы всегда выйдем из ситуации без каких-либо проблем. Но пока, слава Богу, что имеем два грейдера, два КАМАЗа и два ЗИЛа. Но идемте посмотрим, как ЗИЛа. Если на худой конец, если мы видим, что у нас не получается, то есть мы не успеваем очищать город, значит, есть в резерве еще два грейдера, которые мы можем подключить к этому ажистралу. Улица, пока не спройдутся по-другим, которые вообще не прошлись, они уже через час, при таком снеге, опять же будет все на месте. Вот опять же будет все на месте. Смотрите, как он идет. Вот смотри, старая техника, старая. Резина хорошая, Игорь. Сейчас в час ночи выходит Био с дворниками, с техникой убирать тротуары. Потом продолжат в 4 утра и в 7 утра уже тротуары, остановки будут убраны, подсыпаны. И люди уже смогут спокойно двигаться на работу по своим делам. Люди уже утром выходят на работу, еще пройти, стоит всю ночь монетаризировать и не забывать про второстепенные дороги. все остаются. Вся. Продолжение следует... ... ... ... ... ... ... ... ... Редактор субтитров А.Семкин